Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео о рынок и сегодня в обзоре. Рассада может успеть дать плоды. Мода на здоровый образ жизни как есть. Сюда чего-то не доложили. Можно и по голове огреть. Весьма неожиданный ход. Сидите, сам открою. Наш сегодняшний обзор посвящен кроссоверу стоимостью до 3 миллионов рублей в поддержанном виде. И это, по сути, прямой конкурент таким набившим оскомину автомобилям, как Nissan Qashqai, Toyota C-HR и Hyundai Creta. Встречайте, европейское прочтение компакт-кроссовера на современный лад. Skoda Karovo первогенерация. Skoda Karovo в кузове NU первое и пока единственное поколение модели увидело свет в 2017 году. В 2019 сборку этой модели локализовали в России на мощностях в Нижнем Новгороде. Автомобиль продолжает выпускаться по сей день. Правда, рестайлинг 2021 года до России уже не добрался. На российском рынке эта машина была представлена только с бензиновыми агрегатами объемом 1,4 либо 1,6 литра. 1,4 литра имел турбонаддув и 150 лошадиных сил. Такие двигатели сочетались либо с роботизированной коробкой передачи, если автомобиль полноприводный, либо с классическим автоматом на 8 ступеней в случае, если привод у машины передний. Также переднеприводные модификации могли иметь двигатель 1,6 на 110 лошадиных сил, аналогичный мотору на рестайлинговом Volkswagen Polo Sedan. Комплектовались они либо механикой, либо классическим АКПП, 6 передач и там, и там. Сегодня у нас на обзоре автомобиль 2020 года выпуска, соответственно, до рестайлинга. Здесь мотор 1,4 с турбонаддувом, 150 лошадиных сил, 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, полный привод и родной пробег 78 тысяч километров. Находитесь в поиске автомобиля, компактный кроссовер до 2,5-3 миллионов рублей, не знаете, что выбрать? Досмотрите это видео до конца, и мы расскажем про некоторые поистине уникальные, крайне интересные фишки Skoda Karoq, которых нет у конкурентов. Вполне возможно, это поможет сделать выбор. Ну а теперь к габаритным размерам. Длина этого компактного кроссовера 4 метра 38 сантиметров, ширина 1,84 метра, а высота 1,60 метра. Колесная база не очень большая, 2 метра 63 сантиметра, радиус разворота 5,4, а снаряженная масса 1390 килограмм. Максимально разрешенная, при этом чуть переходит за 1,9 тонны. Что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия, ситуация следующая. Заводской окрас кузова, а этот автомобиль именно в заводском окрасе, в данном случае, лежит в диапазоне от 95 до 125-130 микрон, плюс-минус. Само лакокрасочное покрытие, на удивление хрупкое, об этом свидетельствуют довольно-таки немалочисленные сколы на лакокраске по этому автомобилю. Напоминаем, пробег чуть-чуть не достиг 80 тысяч километров. Попадаются они и на крыльях в том числе, и на заднем крыле тоже. Но в этих местах никакого развития сколы не получают. Не наблюдаем мы здесь ни традиционного для старых тягуанов отшелушивания краски, ни тем более появления здесь рыжиков. Кузовные панели этого автомобиля обработаны с завода качественно и имеют дополнительный слой цинковой защиты. Так что ржавый корок мы увидим еще, ой, как не скоро. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника. Доступ куда нам открывает пятая дверь, оснащенная электроприводом. Надо сказать, весьма шустрым. На некоторых моделях конкурентов рассада может успеть дать плоды, прежде чем закончит подниматься крышка багажника. Но не здесь. Каталожный объем этого багажника 521 литр. Багажник практически по всей своей площади имеет ворсовую отделку. Выглядит очень аккуратно и пока не имеет на себе следов эксплуатации. Что касается габаритных размеров. Ширина проема багажника по его средней части 112 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 83. Ширина по полу метр ровно. И этот параметр неизменный на протяжении всей его длины, которая составляет 85 сантиметров. Для перевозки крупногабаритных грузов складываем сидение. Сделать это можно при помощи ручек прямо из багажника. В данном случае в ровный пол они не складываются. У вас присутствует ступенька около 10 сантиметров в высоту. А вот расстояние до спинки переднего сидения в этом случае увеличивается до 1 метра 60 сантиметров. Максимально длинный груз, который можно увести здесь, уперев его в переднюю панель, это 2,5 метра ровно. Кстати, этот кроссовер предлагает вам еще один вариант по перевозке длинного груза. Например, лыж. Вы можете открыть отдельно секцию с подлокотником, сложить ее и получить таким образом лючок в багажник. Так что 4 человека спокойно уедут. Что касается удобств по багажнику, несмотря на то, что это маленький компактный кроссовер, здесь есть о чем упомянуть. Например, целых 2 полки по правой стороне. Обе имеют также лямочки для фиксации груза, плафон освещения и небольшой крючок для сетки, фиксирующий груз. Также здесь есть ручка складывания сидения. С противоположной стороны еще одно углубление внизу, куда можно поставить канистру с маслом или что-то подобное. Соответственно, ручка для складывания второй секции сидения и довольно интересные конструкции крючки, которые в поднятом положении свободно передвигаются по перекладине, а когда вы их опускаете, фиксируются. Но под фальшполом в данном случае скрывается запасное колесо в формате докатки и набор штатного инструмента. Ну а теперь перемещаемся в салон этого относительно свежего кроссовера от Skoda. Автомобили концерна VAG всегда славились своей эргономикой. Что-что, а сделать удобно они умеют. Корок в данном случае не исключение. За рулем этого кроссовера я очень быстро устроился удобно. Этому способствует как большой диапазон механической регулировки рулевой колонки по наклону и вылету, так и весьма удобное кресло. Также с большим диапазоном регулировок, в том числе в продольном направлении. При росте 1,86 м левая нога выпрямляется полностью и при этом еле-еле дотягивается носком до моторного щита. В данной комплектации сидение водителя имеет электрические регулировки плюс память на три позиции. Сами сидения, помимо крайне удачного профиля с ярко выраженной боковой поддержкой как на спинке, так и на подушке, тоже оснащены подогревом, который может работать в одной из трех степеней интенсивности. А в плане отделки представляют собой, на мой взгляд, оптимальнейший вариант. Центральная часть чем-то напоминает алькантару, а боковины здесь кожаные. Выглядит это все симпатично и при этом сидение не скользкое. Отдельно стоит отметить, первый раз мне попадаются крепления детского кресла типа изофикс на переднем сидении. Что касается материалов изготовления салона, в данном случае мы видим очень мягкую, податливую переднюю панель, по крайней мере, в верхней части. А вот на дверных картах пластик из серии «Сидите, сам открою». К необычным эргономическим решениям можно отнести и размещение клавиши запуска остановки двигателя. Обычно производитель старается разместить ее где-то на передней панели, слева или справа, но в данном случае она на рулевой колонке, ровно там же, где должен располагаться замок зажигания. Выглядит странно, а вот пользоваться этим удобно. Никаких нареканий не вызывает и сама приборная панель. Здесь она полностью электронная, но при этом на ней отрисованы аналоговые приборы, поэтому вчитаемости она не потеряла. Оцифровка крупная, все очень информативно, выглядит красиво. Рулевое колесо в данном случае имеет кожаную отделку, оно абсолютно не скользкое, на ощупь приятное, имеет эргономичную удобную форму и небольшой диаметр. Также непривычный дизайнерский ход. Руль в данном случае не трех, а двухспицевый. Нижней спицы нет, хотя ее стилистические остатки здесь присутствуют. Подрулевые переключатели в данном случае ровно на своих местах и переключаются они по сравнению с некоторыми автомобилями вообще бесшумно. В остальном, что касается кнопочек, на дверной карте располагается блок управления стеклоподъемниками, а вот кнопочки этого самого блока здесь маленькие, примерно похожие на такие, которые мы обнаружили, например, в Jilly Coolray или в Haval F7X, на который мы делали обзор и которые есть у нас на канале. Явно по остаточному принципу размещали и джойстик управления боковыми зеркалами. В данном случае он прячется за ручкой. Боковые зеркала имеют функцию складывания и подогрева, который включается здесь отдельным положением поворотного переключателя, как на Тигуане. Круглый переключатель света по мотивам немецких автомобилей приютился в практически слепой зоне, вернее сказать, в темной зоне, слева внизу от рулевого колеса. Имеется в автомобиле и круиз-контроль, который управляется отдельным маленьким джойстиком слева от рулевой колонки. На самом рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона отвечает за подключенный по Bluetooth телефон, громкость магнитола, переключение треков. Здесь же есть включение подогрева рулевого колеса, причем это первый автомобиль на моей памяти, где подогрев руля тоже имеет регулировку. Три варианта по степени нагрева. Правая же сторона отвечает за бортовой компьютер и ассистент движения в полосе. Доминирующее положение на передней панели занимает большой монитор, на который выводится картинка с камеры заднего вида, которая также умеет отрисовывать траекторию движения автомобиля, экран системы навигации и прочие моменты. Все это поддерживает сопряжение с телефонами и людям старшего возраста наподобие меня может показаться излишне замороченным. Что касается управления климатом, который здесь двузонный автоматически, все сделано очень логично и удобно. Температура левая и правая сторона регулируются при помощи поворотных шайб. То же самое касается оборотов вентилятора. Верхний ряд клавиш, который управляет изменением направлений обдува и подогревом сидений, хоть и плоский, но при этом клавиши тактильно различимы между собой. А внутрь трех шайб вписаны вспомогательные клавиши. Это включение подогрева заднего стекла, лобового стекла, причем греется лобовое по всей площади, а не только зона дворников. Режим отпотевания стекол, отдельная клавиша меню, включение-выключение синхронной работы левой-правой стороны в плане температуры и включение кондиционера плюс клавиша авто. В нижнем ряду располагаются клавиши включения-выключения системы старт-стоп, автопарковщик, парктроники, аварийная сигнализация, центральный замок и индикация включения-выключения пассажирской подушки безопасности. Селектор роботизированной коробки передач здесь привычной формы, с кнопкой блокировки прямой прорезью плюс секция для ручного переключения передач. Рядом с ним располагается кнопка активации электрического стояночного тормоза, кнопка активации внедорожного режима, система стабилизации, включение-выключение функции hold, когда машина держится на месте рабочими тормозами при отпущенной педали тормоза, а также клавиша выбора режимов работы самого автомобиля. Что касается подстаканников, полочек и так далее, перед селектором коробки передач у нас находится 12-вольтовая розетка, где уже нет прикуривателя. Мода на здоровый образ жизни, как есть. Рядом с ней располагается довольно глубокий бардачок, куда можно попробовать положить мобильный телефон небольших габаритов. Есть полка под гаджет, причем прорезиненная в центральном боксе. Центральный подлокотник здесь регулируется как по длине, так и по высоте в некотором положении. Опять же, плюсик к эргономике. Ну а саму полку можно отсюда вынуть, если вам надо положить что-то более габаритное. На потолке у нас присутствует футляр для очков, а вот основной бардачок, который здесь открывается с кнопки, очень даже небольшой по своему объему. Ну это именно что перчаточный ящик. Хотя бумаги формата А4 сюда еще входят, без того, чтобы складывать их вдвое. Внизу дверных карт присутствуют традиционные карманы, плюс передняя часть. Он их отформован под бутылку объемом 0,5. Что касается обзорности, то в целом вопросов по этому параметру нет. Единственное, здесь практически невидимый капот. Вернее, видимо, только его центральная часть, благодаря выштамповке. Линия бокового остекления здесь довольно высокая, ну а боковые зеркала, несмотря на интересную зауженную форму, большие по площади и удобные в использовании. С парковкой задним ходом выручает камера, как уже упоминали. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается посадки на заднем ряду этого компакт-кроссовера. Здесь удобно, правда, при условии, что вам больше нравится путешествовать сосредоточенно, а не расслабленно, полуразвалившись в кресле, поскольку спинка, не имеющая регулировки по наклону, в данном случае стоит очень даже вертикально. При этом запас пространства над головой здесь огромный. И при моей собственной регулировке переднего сидения я спокойно размещаюсь сам за собой, несмотря на короткую колесную базу, не доставая коленями до спинки сидения. А даже если подоставал, спинка здесь мягкая. Заднее сидение не, в пример, более плоское, нежели переднее кресло, и рассчитано оно на размещение здесь трех человек. Правда, тоннель на полу при этом высокий. Высота сидения в целом достаточная, чтобы бедро не висело в воздухе. А вот с пространством для ступней под передним сидением не то чтобы очень. Оно есть, но далеко под кресло ноги вы не затолкаете. Само собой, в наличии крепления изофикс на левой и правой стороне. А к услугам задних пассажиров, помимо жестких подлокотников на дверных картах, еще и откидной. Он уже более мягкий, и в нем дополнительно присутствуют три подстаканника. Правда, центральная его часть такого диаметра, что поставить сюда можно разве что футляр с зубочистками. Также у задних пассажиров Skoda Karoq есть собственные дефлекторы вентиляции, есть подогревы сидений, три степени нагрева. А в самом низу центрального тоннеля располагается блок с розетками 12 вольт Type-C и довольно экзотическая, по крайней мере, мало где встречающаяся по автомобилям розетка на 230 вольт. Ну и в завершении тот самый волшебный плафон с круговым переключателем света, как Volkswagen Jetta. Что касается двигателей, остановимся, пожалуй, только на нашем варианте. Это мотор, который стоит на всех дорестайлинговых корок на полном приводе в сочетании с DSG. Его маркировка CZ-EA. Объем двигателя 1,4 литра, мощность 150 лошадиных сил, а крутящий момент аж 250 ньютонометров. С этим мотором корок разгоняется с 0 до 100 за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. И это очень даже неплохие показатели для гражданского автомобиля. По конфигурации этот двигатель представляет собой алюминиевую рядную четверку. Здесь два верхних распредвала. Гидрокомпенсаторы наличествуют, фазовращатели тоже. На впуске и выпуске. Привод ГРМ в данном случае ременной. Ремень подлежит инспекции раз в 60 тысяч километров пробега и при необходимости замене. При его обрыве клапана гнет. Из дополнительных усложняющих конструкцию устройств на этом двигателе не только традиционный для концерна ВАГ непосредственный впрыск топлива с ТНВД и турбина, но еще и система отключения цилиндров. И да, вы не ослышали то, что изначально использовалось на немецких 12-цилиндровых моторах. Следом, американцы ставили подобные вещи на свои В8 и теперь подобная тенденция экономии докатилась и до рядных четверок. Упрощенно можно сказать, что ваш корок при прямолинейном движении по трассе на малых оборотах периодически превращается в двухцилиндровую АКУ. Удалось ли подобным образом добиться кардинального снижения расхода топлива? Особенно с учетом того, что большинство подобных автомобилей эксплуатируются в городе, доподлинно неизвестно. А вот определенную проблему с преждевременным износом распредвала подобная система с собой привнесла. Также на подобных двигателях довольно часто встречается и подклинивание тяги актуаторов из гейта турбины. Помпа здесь представляет собой единый узел с двумя термостатами. Корпус у нее пластиковый, в случае появления течи или если она зашумела, либо вышел из строя какой-то из термостатов, принять вы будете весь этот узел в сборе. Впрочем, подобная для современных моторов ВАГа это норма. В отличие от своих предшественников моторов серии C-AX, этот двигатель не страдает больной поршневой группой. Хотя расход масла на угар многие владельцы подобных автомобилей все же отмечают. При всем при этом можно констатировать, что данный мотор получился надежным, и его практический потолок ресурса это около 250-260 тысяч километров, которые будут пройдены с хорошей динамикой разгона и минимальным расходом топлива. Объем заливаемого сюда масла 3,8 литра, вязкость 5w30. Что касается коробки передач, которая будет единственно возможным вариантом на полноприводном автомобиле с этим двигателем, это робот. Семиступенчатый, но с мокрыми сцеплениями. Индекс этой коробки DQ381. Сделана она на базе легендарной DQ500 и переваривает крутящий момент до 427 ньютонометров, который подобный двигатель даже близко не обеспечивает. Так что сделана она с хорошим запасом прочности. Плюс трансмиссия эта новая. Появилась она в 2017 году, когда концерн уже успел устранить большую часть недоработок трансмиссии предыдущих серий. Ресурс этой коробки, по заявлению производителя, около 300 тысяч километров пробега. По сути дела, DQ381 на данный момент репутацию свою ничем особо не запятнала. Интервал замены рабочей жидкости раз в 60 тысяч километров пробега. А незначительные глюки, с которыми сталкивались владельцы автомобилей, оснащенных трансмиссиями первых серий, как правило, исправлялись путем коррекции программного обеспечения. Что касается полного привода, в данном случае используется традиционная для вагов схема с использованием многодисковой муфты Haldex. Муфта эта мокрая, и в нормальных условиях она обеспечивает распределение крутящего момента по осям в пропорции где-то 90 наперед-10 назад. Так называемый преднатяг, но в некоторых режимах она отдает и все 100% на переднюю ось, например, при торможении, для большей стабильности автомобиля. В данном случае электроника не будет ждать пробуксовки передней оси, чтобы перебросить часть крутящего момента назад. Система умная и умеет распознать предстоящую пробуксовку. Необходимо помнить только о том, что жидкость в муфте Haldex нужно менять раз в 20-25 тысяч километров пробега для ее долгой безотказной работы. Ну а теперь к дорожному просвету. Самая низкая точка этого автомобиля находится под защитой моторного отсека, под грязью с защитным фартуком, вернее сказать. До нее от асфальта 16 сантиметров. Передний бампер повыше 20 сантиметров. До поддомкратника за передним колесом 21. Задняя часть порога 24 сантиметра. И до заднего бампера от асфальта 27 сантиметров. Причем в этом габарите находится и банка глушителя подвешенная поперек, и два среза выхлопной трубы. Что касается подвески этого кроссовера, первое на что обращаешь внимание, когда едешь на этой машине, подвеска здесь мягкая. У нее довольно длинный ход для машины подобного класса. По конструктиву спереди используется обычный Макферсон. При этом шаровые опоры к рычагам крепятся на болтовом соединении, меняются отдельно от него. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится здесь на подрамнике сверху. И для замены втулок, например, подрамник в любом случае придется демонтировать частично. Рулевая рейка у этого автомобиля электрическая. Большой плюс никаких вариантов протечек рабочей жидкости здесь просто не будет. Что касается антикоррозийной защиты, то снизу этот автомобиль практически полностью закрыт. Либо теплозащитными кранами, либо пластиковыми фартуками. Но если судить по тем фрагментам, например, лонжеронов, которые можно увидеть, слой антикоррозийной защиты на этот автомобиль нанесен еще на заводе. В задней части автомобиля располагается топливный бак. Сам он пластиковый, объем 55 литров. С поправкой на расход топлива этой машины должно быть достаточно, в том числе в городе. Обращает на себя внимание и огромный размер эластичной муфты на кардане перед задним редуктором. Задняя подвеска у «Шкоды Корок» многорычажная. Здесь по одному большому продольному рычагу и по три поперечных шаровых соединений в задней подвеске здесь нет. А амортизатор стоит отдельно от пружины. Тормоза, естественно, вкруг дисковые, а стояночный тормоз воздействует на основные тормозные механизмы. Таким мы увидели сегодня автомобиль «Шкода Корок». 2020 года выпуска с пробегом 78 тысяч километров, роботизированной коробкой передач, полным приводом и турбомотором 1.4 на 150 лошадиных сил. По совокупности качеств этот автомобиль даст фору многим конкурентам. Ну а по части надежности агрегатов, например, коробке передач, мягко говоря, не уступит, например, Nissan Qashqai в кузове G11. Так что если вы смотрите для себя, компакт-кроссовер и ценовая категория оказывается подходящая, вполне можете рассматривать и такой автомобиль. Если наш обзор оказался вам полезен, понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели и до новых встреч в эфире. Пока.